Семья Оксаны живет в Новомихайловке уже более 12 лет. Когда Мелеховы начали строить свой дом, говорит женщина, даже не предполагали, что поселок войдет в седьмую санитарную зону. Это значит, что все постройки на этой территории, как и землю, нельзя будет продать, передать, подарить и узаконить. Новое строительство в таких зонах запрещено. Люди, понятно, мы боимся. Мы боимся за свою недвижимость, за свои земли. То есть мы сейчас, получается, в подвешенном состоянии. Мы строились, мы вкладывали средства. Понятно, что мы вложили все сюда. Куда-то нам переехать мы не сможем. Но и мы не хотим отсюда переезжать. Мы хотим, чтобы наши дети здесь жили. Что, в принципе, нас поселок этот устраивает. И мы хотим, чтобы он развивался. Мы добиваемся этого. Совсем недавно здесь силами депутатов построили ФАП. И даже поднимался вопрос вернуть местный клуб и детский сад из частных рук на баланс администрации. Но санитарная зона, о которой люди узнали из переписки с мэрией, уже вносит свои коррективы. Были вообще в ужасе и в шоке. Что, да, если ведутся ограничительные меры, это чем может грозить и наши дети, но они останутся ни с чем. То есть, если, допустим, ребенок вырос, да, и захочет здесь жить, но у него прав вообще никаких не будет. То есть, по сути, все это хибара, которая не имеет правовых оснований для того, чтобы здесь находиться. Жители, в надежде перенести седьмую зону подальше от поселка или каким-то образом снять ограничения, обратились за помощью к депутату, курирующему поселок. По его словам, такая проблема в регионе возникла впервые. И каким юридическим последствиям она приведет, подчеркивает парламентарий, однозначно сказать сложно. При этом он советует местным, у кого бумажные вопросы с недвижимостью не закрыты, срочно их завершить. Седьмую зону решила, расширить Росавиация из-за того, что уровень шума и вредных выбросов здесь превышает допустимые нормы. А это основания для включения данной территории в санитарно-защитную зону аэропорта. Его руководству жители предлагали перенести взлетно-посадочную полосу или изменить ее направление. Такое возможно, ответили в администрации авиапредприятия, но только в случае глобальной реконструкции воздушного комплекса. Авиапредприятие «Алтай» вправе инициировать изменения санитарно-защитной зоны лишь в случаях технического перевооружения объекта, изменения применяемых на объекте технологий производства продукции, изменения вида разрешенного использования или назначения объекта. Но для этого самим жителям необходимо заказать экспертизу, стоимость которой порядка миллиона рублей. Такую сумму, говорят жители, не потянуть. Ждать реконструкции аэропорта, по их мнению, глупо. Нужно вмешательство властей города. Но те молчат, жалуются люди. Между тем, статус новомихайловки может измениться уже на днях, превратив местных жителей в рабов своей недвижимости. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.